Приветствую на канале и предлагаю вашему вниманию обзор свежей модели робота-пылесоса Trauer LDS Finder с технологией построения карт и навигации SLAM, с сухой уборкой турбощеткой и влажной уборкой с дозированием воды, с детальной настройкой из приложения. Пылесос относится к экосистеме Xiaomi и Aupin и соотносится с другими аналогичными моделями. Управляется и с приложениями Home, как и остальные гаджеты Xiaomi. Одно из преимуществ данной модели – огромный функционал приложения, что дает возможность пользоваться уборкой по расписанию, локальной уборкой выделенного участка, уборкой внутри виртуальных барьеров и тому подобное. Робот-пылесос Trauer Finder представляет собой робот классической компоновки с LDS-надстройкой в верхней части корпуса. Для управления служат две кнопки, остальное – из приложения. Также имеется одна центральная и одна боковая щетка, несколько сенсоров перемещения и приближения столкновения. Из коробки присутствуют мягкие демпфирующие вставки, фиксирующие бампер при транспортировке. Перед началом работы их требуется удалить. Также на корпусе присутствует надпись Trauer. На нижней части корпуса присутствует направляющее колесо, два контакта для зарядной станции. Полное наименование модели – Trauer Robot LDS Vacuum Mob Finder, артикул RLS-3. Центральная щетка имеет как мягкие резиновые вставки, так и жесткую щетину для тщательной уборки. Для контроля перемещения служат не только бампер и LDS-система, но и четыре сдвоенных оптических датчика поверхности, расположенных в переднем полукруге нижней части робота. Руководство пользователя на русском языке с подробным описанием, рекомендациями по эксплуатации, ссылками на приложение и тому подобное. Надстройка LDS-сканера позволяет строить 2D-карту помещения. На задней стороне корпуса расположены воздуховыпускные отверстия. Верхняя часть корпуса сделана в виде крышки, которая скрывает контейнер для мусора, а также дополнительные органы управления. Под крышкой расположена кнопка Reset, активирующая точку доступа Wi-Fi, которая требуется при первоначальной настройке робота. Также под крышкой находится специальный инструмент для чистки ролика щетки. Контейнер для мусора выполнен из прозрачного акрила, что дает возможность визуально контролировать уровень заполнения. Имеется сменный фильтр HEPA на выпуске для тонкой очистки воздуха. Легким нажатием на замок можно раскрыть контейнер для очистки. Как сам контейнер, так и фильтр можно мыть под проточной водой. В комплекте находится боковая щетка. Она демонтирована для транспортировки, а также съемный модуль для влажной уборки. Перед началом работы следует установить боковую щетку. Устанавливается до характерного щелчка. Боковой щеткой робот собирает мусор прямо на центральную щетку, обеспечивая увеличение площади уборки, а также качественно убирает плинтусы и под мебелью. Модуль влажной уборки представляет собой контейнер для воды, оборудованный системой смачивания, а также сменную салфетку. Салфетка крепится на липучке и с помощью жесткой направляющей. Имеется специальный насос для капельной подачи с регулировкой дозировкой воды. Достаточно продвинутая штука, далеко не у всех брендов первого эшелона имеются подобные системы. В качестве датчика наличия модуля для влажной уборки служит магнитный датчик. При установленном модуле становится доступен в меню приложения режим влажной уборки. Не забывайте после влажной уборки снимать этот модуль и промывать, просушивать салфетку. Внешний вид робота-пылесоса с установленной боковой щеткой и модулем для влажной уборки. Что касается центральной щетки, то ее можно снять для чистки или замены. Мягкая резина позволяет хорошо очищать поверхности с твердым покрытием, а жесткая щетина убирать крупный мусор. В передней части расположена прорезь датчика, который помогает искать нужное направление на базу подзарядки. Лазерный сканер постоянно работает, позволяет ориентироваться роботу в помещении по заранее построенной карте. В комплекте с роботом имеется зарядная станция и блок питания. На обратной стороне имеются специальные накладки из мягкой резины, предотвращающие смещение базы при постановке робота на зарядку. Подключение осуществляется с помощью круглого джека. Параметры зарядного устройства. 20 вольт 0,6 ампер, 12 ватт. Робот-пылесос автоматически ориентируется в помещении и ищет свою базу при постановке на зарядку. Обратите внимание, после завершения влажной уборки требуется снять модуль с мокрой салфеткой. Время полной зарядки составляет около 6 часов. Вода для влажной уборки заливается в емкость модуля. Рекомендуется промывать салфетку каждые полчаса, чтобы не развозить грязь по помещению. В режиме уборки есть три уровня подачи жидкости. Рекомендуется средний или маленький, а максимальный используется для сильно загрязненных поверхностей. Не рекомендую включать максимальный на покрытиях типа ламината и паркета. А вот для керамических покрытий подойдет в самый раз. Обратите внимание, уже из коробки присутствует качественная русскоязычная озвучка. Есть возможность уборки по расписанию. Можно запланировать уборку на время, когда все на работе или на учебе, а также возможность уборки по скрипту. Для этого нужно выбрать условия работы при срабатывании каких-либо других устройств умного дома Xiaomi. Робот присылает уведомления о результатах на смартфон, а также отображает состояние износ расходных материалов. Так что робот-пылесос Trauer LDS Finder с сухой и влажной уборкой, лазерной навигацией – это неплохой выбор за свои деньги. Пылесос показал себя с лучшей стороны, удобный, маневренный, легкий. Свободно перемещается под мебелью, под столами и стульями. Перемещается по небольшим порожкам и умеет забираться на ковер. В отличие от других моделей, здесь грамотно реализована система подачи и дозирования жидкости для влажной уборки. С помощью подобного такого пылесоса можно навести порядок как дома, даже если вас нет на месте. Робот удаленно управляется через приложение Mi Home и есть возможность запланировать уборку по расписанию. Общее время работы на одном заряде достаточно для многократной ежедневной уборки, для уборки крошек и мелкого мусора. Робот самостоятельно ищет базу, осуществляет подзарядку и продолжает уборку с места завершения. Можно смело рекомендовать в качестве домашнего пылесоса для ежедневной уборки. Приобрести робот-пылесос вы можете перейдя по ссылкам находящимся как всегда внизу под видео. Подпишитесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. До скорой встречи и удачных вам покупок! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok